Всем привет! Вы на моем канале, а я снова в лесу. В этот раз недалеко от дома, в национальном парке Мон Сан-Брено. И сегодня я хочу вам рассказать о разных полезных и приятных штучках, которые делают жизнь в походе и в кемпинге немножко комфортнее, чем она была до. Эти предметы не сразу появились в моем рюкзаке, но как только они там появились, они сразу прижились, заняли свое законное место и не собираются оттуда уезжать. Про что-то я прочитал, что-то где-то подсмотрел в каких-то видео, про что-то я услышал от каких-то людей, но сейчас это часть моего оборудования, моего походного рюкзака. Это насос. Микронасос для ковриков, для надувных ковриков. С тех пор, как он появился у меня в рюкзаке, я перестал надувать коврики ртом. Это более нежно для самих ковриков, то есть внутри ковриков не попадает влага. Сухие, они сухие. Плюс это очень практично. Ты нажал кнопку и он надувает сам. В чем его плюс? Он маленький, он достаточно легкий, он весит грамм 200-300. У него необразимое количество различных насадок под все возможные виды чего только возможно. Для моих двух ковриков, которыми я пользуюсь, я себе отобрал две насадки и они мне идеально подходят. Когда-нибудь будет другой коврик, я возьму себе другую насадку. Пользуется элементарно. Вот я поставил насадку, наделал насадку на клапан. Плюс у него есть вторая совершенно замечательная функция. Он фонарик. Вот при нажатии вниз, видите, светодиодный загорелся фонарик. Три градации яркости. Его можно повесить. Можно повесить в палатке. Можно повесить на ридзлайне в гамаке внутри. Здесь есть ушки, за которые вешается скоба. Но, к сожалению, ушки очень чахлой конструкции. Видите, одно уже отвалилось. Поэтому, вот по-народному нас на скобочки. Да, рабоче-крестьянская, ну, работает. Производитель утверждает, что его, в принципе, должно хватить дней на семь похода. Семь не пробовал. Четыре великолепно выдерживают. В режиме насос один раз в день накачать коврик и фонарик вечером. Если он подсаживается, есть USB-C-порт. Его можно от пауэрбанка зарядить. Очень удобно, когда все оборудование у тебя в языке заряжается от одного пауэрбанка. То есть не нужно носить такие аккумуляторы, всякие аккумуляторы, батарейки. Такого типа, батарейки такого типа. Ты несешь один пауэрбанк и от него заряжаешь. Пленка для заклеивания окон. Да-да, вы не ослышались. Пленка для заклеивания окон. В сложенном виде выглядит вот так. Место не занимает, веса практически не имеет. Для чего она используется? Изначально я ее искал для того, чтобы подстилать под палатку вместо футпринта. Предотвращать проход влаги от земли. Но потом я обнаружил, что менее большие куски очень удобны для того, чтобы класть на них вещи. То есть у меня вверху рюкзака всегда лежит вот эта пленка. Если мне нужно что-то достать из рюкзака, что не находится сам вверху, я достал ее, положил на землю. И мне не важно, что тут грязь, снег, какие-то иголки, какой-то мусор. Я могу выкладывать свои вещи. Они будут чистенькие, они будут сухенькие. Потом я их соберу, возьму пленочку, протрусил, сложил, все, и отлично пошел. Совершенно незаменимая вещь во всех походах, зимних, летних. Иногда я ее использую просто в качестве, ну где-то, например, прошел дождь, мокрое бревно. Я постелил на мокрое бревно, сел, уже у меня попа уже не мокнет. Всячески рекомендую. Почему пленка для заклеивания окон? Изначально она предназначалась, продавалась как пленка, которая зимой заклеивает веранды или удваивает окна, ее растягивают на скотче, потом сушат феном, она натягивается и дает отличную защиту. Легкая, прочная. Вот этот кусок я ношу уже больше года. Он прошел со мной десятка-два, наверное, походов, ни единой дырочки, ничего. Ее даже мыть не надо. Достал, принес, повесил сушиться, она высохла, вся грязь просто ссыпалась в нее, все сложил, сухая, чистая. Карабин-натяжитель в форме девятки. Да-да, не смейтесь, он именно так называется. Карабин в форме девятки. Если вы посмотрите, видите, он выглядит, ну, как цифра девять. Для чего он нужен? Есть где-то специалисты, я даже про них читал, которые очень хорошо разбираются в разных узлах, умеют завязывать такой узел, который сам развязывается, сам распускается. Я не из их числа. Я помню какие-то узлы, я когда-то даже их учил, но все равно, кроме обычного двойного проводника, я завязать ничего не могу. А узлы иногда в походе надо завязывать. Нужно натянуть тент, нужно натянуть палатку, нужно натянуть веревку, просушить белье. Потому что разные бывают ситуации. Натягивать, вязать бантиком, как на шнурках, это неэффективно, он очень быстро распускается. Что делать? Для таких чайников, как я, изобретен карабин-натяжитель в форме девятки. Его можно использовать либо на обычной веревочке, тонкой, либо на толстой, например, в кемпинге, повесить, сушить белье, либо в виде совсем блатном, вот как видите, как здесь у меня, здесь вся веревка находится внутри такого как бы корпуса, для того, чтобы она не мешала, легко ее сматывать, легко разматывать. Это мой риджлайн для гамака и для тента, если мне его надо повесить. Итак, как он работает? Я беру веревку, натягиваю на крюк номер один, создаю необходимое натяжение, столько, сколько надо, и дальше его заворачиваю на крюк номер два. Там ей находятся маленькие зубцы, которые дают достаточное трение для того, чтобы он держался, не распустился. Все, вот этой конструкции вполне достаточно для того, чтобы веревка держалась в хорошо натянутом состоянии. Если мне нужно чуть-чуть подтянуть, я отпустил, подтянул еще, одел. Все, веревка держится. Очень легко, очень просто. Если вы не помните, как делать, на большинстве подобных карабинов даже изображена, собственно, схема, как нужно веревку пропускать. На самом деле, абсолютно легко, быстро, надежно, с натяжением. Для чайников, как я. Многофункциональный гамак для оборудования от компании Анвинд. У меня от Анвинда, собственно, много чего. У меня и андерквилд, у меня и протектор. В чем ее многофункциональность? Это фактически маленький гамак. Вот как он будет. Он может использоваться, ну, у него три основных функции. Первая функция в качестве под основной гамак. Внизу он подвешивается и туда складывается либо то, что вам нужно на ночь, либо, например, если вы в какой-то там повесили гамак на болоте, все свои вещи, там, рюкзак, совсем, чтобы оно не касалось земли. Очень удобно, при этом удобно заслать, когда лежишь в гамаке, просто руку вниз протянул, и вот все твои вещи здесь. Второе его предназначение. У него есть затяжки и затяжки и стропы, которые позволяют его использовать как рейнкавер на рюкзак. На моем большом походном рюкзаке нету рейнкавера, и эта штука отлично справляется, при этом за счет этих затяжек можно пропустить сквозь лямки, и он очень надежно и хорошо крепится, его не сдувает ветром, он отлично защищает гамака. И третье его предназначение. Его можно повесить как маленький такой гамачок, как сиденье, или как креслица на бивоке. Например, у вас негде сесть, нужно просто что-то приготовить, повесили его, и просто на нем сидите, как туристический походный стул. Обратите внимание, какая интересная система крепления, какой интересный карабин придумали в Ван Вин. Может, это не они придумали, но они его во все используют. Как он крепится? У меня есть веревка, на конце закреплен карабин. Я обвязываю круг дерева, делаю петлю, пропускаю петлю во внутренний, в большую дырочку. Теперь натягиваю столько, сколько мне надо здесь, и отпускаю. Все. Видите, он затянут. Если мне нужно подтянуть больше, я надеваю, подтягиваю столько, сколько мне нужно, отпускаю. Вот у меня получается такой маленький гамачок, которым спать, конечно, нельзя, но можно использовать как стульчик. Вот, что там, приготовить, небольшая поддержка для спинки. Можно использовать как кресло. Если я вот эту спину натянусь чуть выше, то у меня получится такое, как бы, как кресло, куда я могу как бы достаточно комфортно разместиться. На сегодня все. В следующих роликах я покажу вам другие полезные штучки. Их есть у меня. А пока до свидания. Ходите в походы, друзья. И пока я не могу, ходите в походы за себя и за меня тоже. До встречи с новых роликов. Сегодня мы недалеко от дома. Мы в национальном парке Лон-Сан-Пхенот-Монтагрит. Дальше. Как кресло. Как кресло.